Вести Ульяновск на телеканале Россия, в студии Владислав Витковский. Доброе утро, смотрите в нашем выпуске. В 2021 году в регионе увеличится минимальный размер оплаты труда. Финансовая стабильность работников, это ведь не просто поддержка покупательской способности. Это и социальная стабильность, о которой я уже в третий раз говорю. Это и образование новых семей. Насколько вырастет оклад региональных бюджетников и много ли вакансий в области для молодых специалистов, расскажем в выпуске. Есть теперь где и себя показать, и на других посмотреть. Наша молодежь, она сама по себе и креативная, и достойная. В селе Красный Яр торжественно открыли новый дом культуры. Коноплю выращивал с размахом. А в автомашине задержанного полицейские обнаружили 200 пакетов с растительным наркотиком. Готовы к продажам. Ульяновские полицейские пресекли крупный канал сбыта наркотиков на территории области. В следующем году в Ульяновской области увеличится минимальный размер оплаты труда. Соответствующее соглашение заключено между правительством региона, Федерацией профсоюзов и объединением работодателей. Для работников вне бюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства ежемесячный зарплатный минимум составит 14 800 рублей. Сотрудники организации, учрежденных регионом или муниципальными образованиями, а также работники малого предпринимательства будут получать не меньше 12 130 рублей. Финансовая стабильность работников это ведь не просто поддержка покупательской способности, это и социальная стабильность, о которой я уже в третий раз говорю, это и образование новых семей, это благополучие уже созданных, это и рождение детей, это и спокойность, старость, это и особая забота о старшем поколении. Ну, а в общем-то, по-другому это счастье. На заседании комиссии обсудили и ситуацию на рынке труда в условиях пандемии. По данным Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона, за 4 месяца выдано более 20 тысяч направлений на работу. С начала года при содействии органов службы занятости трудоустроено более 15 тысяч безработных граждан, в том числе молодых специалистов и выпускников. Хочется сказать благодарность работодателям, которые, несмотря на серьезные такие сложности, не боятся брать на себя труд, не просто взять выпускника, но и довести его до уровня специалиста уже на рабочих местах. О необходимости увеличения установленных сейчас размеров оплаты труда заявили и местные профсоюзы. Установленный на адекватном уровне минимальный размер оплаты труда может оградить работников от недоплаты за их труд и помочь сократить масштабы неравенства. Но для того, чтобы обеспечить эффективность политики, связанной с минимальной оплатой труда, необходима всеобъеблющий и всесторонний комплекс мер. А он включает в себя более четкое соблюдение существующих норм, распределение дел на большее количество работников и перевод людей из неформальной экономики, заявили в областной федерации профсоюзов. У людей нет денег. Владимир Путин потребовал остановить рост цен на продукты. Президент России поручил кабинету министров решить этот вопрос за неделю. О том, как обстоят дела с ценами на мясо, молоко, крупы, фрукты в Ульяновской области, материал Ирины Силкиной. Задумчиво прогуливаясь между полками, покупатели тщательно выбирают. За последний год сумма, оставляемая в продуктовых, резко выросла. Тут и сравнивать как. Выросли? Я вижу, что выросли. Вон яйца выросли. Яйца выросли не на рубль, а на два. Сразу на 10 рублей. Это было по 26, а сейчас 36. Вот сейчас считала. Конечно, масло, сахар дорогие. Растительное масло и сахар лидеры по росту цен. И это несмотря на большие урожаи подсолнечника и сахарной свеклы в этом году. Цены растут и на сезонные продукты. Стоимость картофеля в среднем выросла на 30%. Других овощей на 15. Цена в январе за один килограмм в речке была 55 рублей 75 копеек. А в ноябре стало 82 рубля 32 копейки. Масло подсолнечное с начала года стало дороже на 29,2%. Лидером роста цен является сахар. Если в целом по России рост сахара у нас на 71,5% за 11 месяцев, то по Ульяновской области он немного выше, на 90%. В региональном минсельхозе же нам пояснили, что ценообразование более сложный процесс и не полностью зависит от количества урожая. Экономика нашей страны в целом и сельских хозяйств в частности с каждым годом все больше интегрируется в мировую экономику. Рост цен на продукты питания, такие как на сахарное и растительное масло на мировом рынке, они обусловлены были сокращением в целом мирового урожая, они оказались, сказались как бы и на росте цен в нашей стране. При этом никакого госрегулирования нет. Против выступала федеральная антимонопольная служба. И именно с ней в первую очередь сейчас на уровне правительства заключается соглашение. Правительство Российской Федерации подписало постановление о принятии экспортных пошлей на подсолнечники, на РАПС. То есть это повлияет на ограничение экспорта, соответственно внутренние цены у нас упадут. Кроме того, Минсельхоз России проводит сейчас работу по расширению посева в сахарные свеклы. Нам поручим на следующий год посевные площади увеличить на 10%. То есть, соответственно, будет урожай больше, соответственно, цены будут ниже. В региональном Минсельхозе надеются, что уже в ближайшее время цены на продукты стабилизируются и даже пойдут вниз. Ирина Силкина, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Кстати, актуальная тема регионального рынка труда – занятость граждан с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание вопросам трудоустройства людей с ОВЗ уделяет кадровый центр Ульяновской области. Инвалид детства по слуху Юлия Березовская с трудностями в поиске подходящей работы сталкивалась неоднократно. Порой дело не доходило даже до собеседования. Содействие в трудоустройстве оказали в региональном кадровом центре. Мне освоены здесь созданные все условия для моей работы. Своим рабочим местом очень дорожу. Подходящее квотируемое рабочее место предложили на крупном мебельном производстве в Чердоклинском районе. По закону на каждые 35 сотрудников хотя бы один – специалист с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас у нас 4 квотируемых места. Если надо еще будет, значит мы еще будем создавать рабочие места для таких людей. И кадровый центр нам очень здорово в этом помогает. За помощью в региональную службу занятости только в текущем году обратились свыше полутора тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья. Кадровый центр делает все возможное, чтобы в полном объеме реализовать потенциал таких сотрудников. Мы в марте перешли на онлайн формат. Мы теперь работаем через портал работы в России. Можно электронно с любого электронного гаджета выйти на портал, зарегистрироваться в качестве соискателя. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас 677 вакансий официально для лиц с ограниченными возможностями здоровья есть на портале. В декабре 2019-го двери для соискателей с инвалидностью распахнул клуб «Буду работать». В этом году проект кадрового центра перенесли в онлайн собеседование с потенциальными работодателями, организовали по видеосвязи. Сотрудники кадрового центра помогли мне составить профессиональные резюме и настроиться на видеособеседование. Альберт, добрый день. Очень приятно с вами познакомиться. Я изучила ваше резюме. Трудоустройство граждан СОВЗ – одно из приоритетных направлений развития региона. Помимо стабильного заработка, инвалид, имеющий работу, чувствует себя полноправным членом общества. Яна Федорищева, Екатерина Лазарева, Денис Миронов и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. В селе Красный Яр, что в Черноклинском районе, началась культурная перезагрузка. На смену деревянному ДК, который в этом году отпраздновал бы 55-летие, пришел современный дом культуры. Теперь стены нового здания станут творческим домом для танцоров и певцов, рукодельников. Здесь же будут проходить занятия по кикбоксингу. А любители интеллектуального досуга смогут пополнить знания в библиотеке. Сейчас в Красном Яре почти тысячи постоянных жителей. Треть из них – молодежь. Наша молодежь, она сама по себе и креативная, и достойная. И у нас есть люди, долгожители, которые передают свой опыт, свои умения. У нас очень развито тут ремесленничество, но оно единичное ремесленничество. Есть люди, которые лепят из глины кончар Лариса Зуева. Есть человек, который вот сейчас сидит с прялкой у нас и плетет, вернее, делает нить из шерсти. И потом она спокойно учит людей вязать носки, варежки, другие предметы. Есть валяние из шерсти. Великолепное тоже, в общем-то, интересное занятие. И оно сейчас очень привлекает людей. Здесь же откроется школа волонтеров и спортивного мастерства, студия художественного чтения, центр креативного развития, а также шахматная школа. Строительство ДК стало частью нацпроекта «Культура». Стоимость объекта составила более 22 миллионов рублей. Теперь в планах спортивный комплекс. Тем более тренер в селе уже есть. Я думаю, что мы могли бы через какой-то период времени, например, в 2021 году, подобрать площадку, разработать документацию. А в 2022 году начнем заниматься этим проектом. Тяжелый 2020 год, конечно, отразился на всех сферах экономики. И тем не менее, реализация национальных проектов продолжится и в будущем 2021 году. За три года с начала реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды в областном центре благоустроено 75 дворовых и 10 общественных территорий. В 2020 году на комфорт ульяновцев было потрачено более 220 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти средства отремонтированы 25 дворов. Что же касается общественных мест, то, например, завершено благоустройство скверов за киноконцертным комплексом «Современник», отремонтированы и обустроены новые прогулочные и велосипедные дорожки, сделано освещение и установлена городская мебель. В 2021 году продолжится работа на бульваре фестивальном. В скверах на Среднем Венце, УДК имени Первого Мая, в парках Молодежный, Новое поколение, Прибрежном, а также приступят к реконструкции новых объектов скверов УЗТС и УКСМ. Ульяновские полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» пресекли крупный канал сбыта наркотиков на территории региона. Была обнаружена нарколаборатория по культивации и переработке конопли. По версии полицейских, 39-летний мужчина приобрел на окраине села Кукушки Ульяновского района два дома. Один из них он оборудовал под теплицу, где и выращивал коноплю в промышленных масштабах. Во втором доме сушил растения и фасовал для реализации конечному потребителю. Всего в ходе обысков полицейские изъяли 75 кустов специальных сортов конопли, семена для выращивания которых приобретены за пределами Российской Федерации. Кроме того, изъято 6 килограмм марихуаны. Готовы к расфасовке, а в автомашине задержанного полицейские обнаружили 200 пакетов с растительным наркотиком. Готовы к продаже. Предварительно установлено реализовывался наркотик через интернет с помощью так называемых закладок. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде. Медицина, строительство, коммунальные вопросы. Накануне в стенах здания областного правительства прошло очередное заседание штаба по комплексному развитию региона. Члены областного правительства и других структур обсудили различные аспекты жизнедеятельности области и планы на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Более 1 миллиарда рублей направят на повышение доступности и качества жилья в Ульяновской области. За 9 месяцев 2020 года регион занял второе место в рейтинге социально-экономического развития в ПФО. Эта позиция во многом достигнута благодаря показателям в строительной отрасли. По итогам первых трех кварталов года регион сохранил лидерство в округе по вводу жилых домов на тысячу человек. Все, что касается ввода жилья, мы думаем, что в этом году все-таки перевалим рубеж 1 миллион квадратных метров. И невзирая на то, что достаточно сложная была обстановка по коронавирусу, строительные работы практически нигде не останавливались. Наступившая неделя объявлена тематической в направлении «Жилье и городская среда». А на будущий год бюджет отрасли увеличится на 230 миллионов рублей. Средства будут направлены на улучшение жилищных условий жителей, переселение из аварийного фонда, жилье для детей-сирот. Будет продолжена и достройка проблемных домов. Однако, не меньше внимания и другим вопросом. Особняком стоит здравоохранение. У нас появились новые вызовы, на которые мы должны достойно ответить. Появились новые задачи, на которые мы должны выполнить, например, все, что связано с вакцинацией населения. Все, что связано с улучшением качества работы по тестированию. Потому что мы договорились о том, что к концу этого года мы должны выйти на 24-часовое информирование людей о проведенных тестах. Не забыта и тема лекарств. Речь в первую очередь про так называемый список 14. Это препараты, которые могут быть назначены при лечении коронавируса. Сейчас на данный момент 9 препаратов из 14 номинований есть. Уже 5 препаратов поступило пациентам. Это более 500 человек уже получили. Эти препараты и в дальнейшем эти препараты сейчас раздаются при вызове врача на дом. Ряд препаратов, по словам профильного министра, отсутствует у поставщиков в принципе. Решается вопрос о поставке аналогов. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Экошкола. Так кратко можно назвать новый проект Общероссийского народного фронта. Суть проста. ОНФ намерен привлечь всех желающих к охране окружающей среды. В частности, экологические инспектора, как их называют в Общероссийском народном фронте, могут указывать места незаконных свалок. Но даже для этого, казалось бы, простого занятия необходимо пройти обучение в экошколе. ОНФ, влияя на власть, должна прежде всего выявлять эти свалки. Прежде всего, задача общественности, мы же общественность, выявлять эти свалки. Передавать информацию в Центральный штаб и власти. А власть уже должна принимать меры к ее ликвидации этой свалки. Дело в том, что фронтовиков не хватает. Поэтому вот сейчас Центральный штаб запускает школу общественных инспекторов. Обучение будет вестись онлайн при помощи нескольких видеоуроков. Стать же экоинспектором может практически любой желающий. Подробную информацию можно найти на сайте ОНФ. Вести Ульяновск на телеканале «Россия». Мы продолжаем. Сдай картон, спаси дерево. Ульяновские школьники поучаствовали во всероссийской экологической акции «Бум батл». За время проекта юные экологи собрали больше 100 тонн макулатуры. В пересчете на привычные аналогии это 2000 спасенных деревьев и 2 миллиона литров сэкономленной воды. Пригодное для переработки вторсырье получит новую жизнь. А школьники – возможность пообщаться с кумирами. «Бум батл» – не соревнование. Смысл акции – спасти природу и снизить количество отходов. Общение с кумиром – как бонус. Тот, кто собрал макулатуры больше остальных, встретится с популярным блогером или артистом. Я сама занимаюсь художественной деятельностью, поэтому, наверное, Егор Крид. Параллельно со сбором макулатуры школьников учат правильно сортировать отходы. Какую бумагу правильно собирать, как ее собирать, что потом с ней происходит. То есть рассказываем детям о второй жизни бумаги. Волонтеры-экологи объясняют критерии сбора отходов. Контейнеры из-под яиц не принимаются. Бумага только чистая. Пища отдельно, картон отдельно. Со всем остальным дети справляются сами. Ученики 32-й школы – лидеры по сбору во всем регионе. Результат общего труда – 600 килограммов макулатуры. По любому случаю, это большой вклад, потому что люди старались, люди собирали. И я надеюсь, что эта бумага идет в нужное русло. 100 килограммов из общих 600 собрала одна ученица. Пятиклассница Камила мечтает спасти как можно больше деревьев. Чтобы помочь хотя бы одному, она неделю носила в школу макулатуру. Я собрала всю ненужную бумагу дома, взяла у бабушки с дедушкой, даже обращалась к соседям. Теперь деревья точно спасены. Более того, школьники сами готовятся высаживать сосны обыкновенные. Три единицы почвы, одну единицу песка. Через полгода эта маленькая семечка прорастет. Появятся первые всходы. Весной сеянцы пересадят в один из лесов. Силами простых школьников – зеленых островков на голубой планете. Станет больше. Павел Игнатьев, Яна Федорищева, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Столичные звезды хип-хопа поделились опытом с юными танцорами из Поволжья. В Ульяновске прошел мастер-класс Агнеса Мхитарян и Алены Камбарули. Зажигательные танцевальные связки разучивали дети от шести лет. Гостями мастер-класса стали танцоры из Саратова. Нам очень приятно, что мы организаторы этого мероприятия, потому что впервые в Ульяновске проходят мероприятия такого уровня. И очень рады делиться опытом с людьми танцевальной сферы. Целый день ребята Поволжских танцевальных студий знакомили с элементами хип-хопа, контемпа и других современных танцев. Мне кажется, это очень хороший способ саморазвития, проходить такие мастер-классы. И я думаю, это сегодня не первый мастер-класс уж точно. Мне здесь очень нравится, потому что хореографы, они очень добрые, веселые. И умеют преподать материал так, чтобы его было легко изучать. Тонкий юмор, стремительные диалоги и яркие персонажи. Очередная премьера на сцене небольшого театра. Люди, львы, орлы и куропатки. В основе постановки рассказы Антона Павловича Чехова. Что наша жизнь играет? Наследие этого выдающегося русского писателя многогранно. Рассказы, повести, выдавили пьесы. В 2008 году тогда еще юный и небольшой впервые коснулся творчества Антона Чехова. Спектакль по пьесе «Предложение» произвел фурор среди поклонников искусства Мельпомена. В 2020 году исполнилось 160 лет со дня рождения классика мировой литературы. И к знаменательной дате театр приготовил подарок для зрителей. Уже небольшой театр, это совсем другой театр. И на сегодняшний день мы подошли к произведениям Антона Павловича Чехова, уже более повзрослев. И сейчас те актеры, которые играли в спектакле «Предложение» и были совсем-совсем юными, молодыми, они вернулись к произведениям Чехова сейчас, уже набравшись опыта, уже подошли очень осознанно. Актеры Небольшого со сцены говорят о важности теплых сердечных отношений, об искренности любви, ничтожном значении материальной составляющей нашей жизни. Говорят по-чеховски, ярко, колко и смешно. Я люблю, страдаю, а она разве может иметь ко мне какие-нибудь чувства? Нет, умная, благородная. А я, я купеческого звания денег много. А толку-то от этих денег, а когда нет счастья? В основе постановки рассказы «Хористка» и «На чужбине», а также «Водевиль юбилей». Чеховские пьесы, шутки, прекрасный образец комедии характеров, а украшенные талантливой игрой актеров Небольшого театра, они заиграли особыми красками. В этом убедились все, кто побывал на премьерных спектаклях. Профилактика здоровья глаз, практичные советы в условиях дистанционного обучения и многое другое. Сегодня ровно в полдень. Подключайтесь к проекту «За обедом» на YouTube-канале и соцсетях, а также в Инстаграме на страничке ГТРК «Волга». Гость стрима – доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Григорий Емельянов. Задавайте вопросы по теме, мы постараемся вам помочь. Прогноз погоды от Ульяновского гидромедцентра завершит наш выпуск. А у меня на этом все. Хорошего вам дня. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет падать. Ветер южный – слабый. Температура воздуха днем по области от 7 до 12 градусов мороза. В Ульяновске – минус 8, минус 10. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok